всем привет вот такая чудесная бензопила сегодня у меня на столе будем разбирать сентябрь 23 года мс-170 для китайского рынка в общем то я такую пилу хотел давно в руках подержать поковыряться посмотреть что там внутри я как бы видел лет пять шесть семь назад в европе какой-то мастер разбирал там что-то поршневую менял и вы мне скажете а что здесь и на можешь показать необычного кто-то по названию ролик уже наверно догадался это двухмиксов 170 и вот смотрите кто в теме тот поймет что здесь под капотом совершенно все не так и цилиндр в общем то двигатель здесь двухмиксов и корпус воздушного фильтра я думаю карбюратор будет другой из на оригинале нет вот этой проставки между цилиндром и глушителем ну и хочу я ее разобрать и показать вам что в ней интересного внутри в общем то я со своим 170 обычным сравнивал с виду они вообще ничем отличаются единственное я вам сейчас скажу марка видите 11 30 12 3008 а на обычном штиле с обычным 2 таком двигателе 30 02 вот такая маркировка да я к чему вообще хочу это показать многие сейчас покупаю такие пилы это на первый случай когда я не буду хвалить штиля когда люди покупают бензопилы и думают а почему она такая слабая а данная пила на самом деле по мощности 1 и 2 киловатта это 16 лошадиных сил она гораздо слабее чем 180 штиль это так по дому сучки обрезать какие-то не толстые и в общем то все заготовки я думаю на и не пойдет и чем-то расстраиваются почему она так хреново пилят почему и думают что наверное какая-то китайская подделка нет это оригинальная пила скорее всего сделано для европы потому что там восточной европе я в общем-то ролики с такими пилами и видел это не путайте это не 171 стиль это не 181 это тоже двухмиксовые моторы но у них карбюратор они такие как на тех и в общем то мы сейчас все это под разберем и надо иметь ввиду что если вы с таким двигателем вот и обрели пилу в дальнейшем искать какие-то запчасти будет сложновато хотя фильтру такие на них вот воздушные я уже продажи видел свеча здесь маленькая причем на тех которые продавались на фотке было чешская написано модель чехии а нет не честь этих слов одно и то же здесь индия но это бошевская свечка в индии уже завод построить ладно хватит болтать сейчас я заведу потом ее в общем-то разберем посмотрим как устроена пилить не буду потому что это надо маслом все пачкать хочу этого делать может быть как-нибудь другой раз расстроиться да такие есть ролики посмотрите найдете такой пилой пили наша задача проверьте разбортоспособность разобрать а затем собрать моя задача особо впечатлительные не расстраивайтесь послушаем она будет здесь диаметр цилиндра 37 от поршня 28 и должен быть палец по идее как на 170 обычным на восьмерочку разлечь надо ликсовый двигатель здесь возвращение обычно обычно просто 172 там автоматически в рабочее положение выходит ну да ладно сейчас я чуть поскидываю и буду все вам пока так по поводу неподлинность каждой детали свой серийный номер в общем это сейчас фирмы практикуют которые действительно фирмы и на тачках и любой мало-мальски хорошей техники везде идет маркировка на деталях о смотрите блок зажигания модуль модель германия вот так вот он не такой кстати как обычно веду плюсового мотора так погнали дальше глушитель обычный обычной модели расставка корпус воздушного фильтра ничего сверхъестественного так свеча бошевская юсср как будто советский союз индия так вот здесь интересно смотрите разветвление на две части коллектора верхняя часть воздух нижняя в общем-то бездук бензовоздушная смесь и вот втулка это разделяющий потоки еще на карбюраторе стоит карбюратор вот такой маркировки смотреть 325 л и 2 микс даже помечено вот так вот здесь должен быть по идее ускоритель а может и нету скорее всего есть вот так вот еще здесь сделано заслонку что было легко вставлять и вынимать сейчас сниму сцепление и маховик и и будем вытаскивать двигатель так сам маховик смотрю вроде так по надписи немножко отличается но артикул 1134 1201 и здесь они одинаковые так что маховики одинаковые скорее всего вытащил двигатель и тяжелее снимать чем с обычного потому что вот эта резинка очень плотная и вытаскивать вот он заминается но очень плохо его очень тяжело надо таким вот тупым ключом управлять при этом тянуть за двигатель и держать за корпус в общем то занятие похлеще чем с обычного мотора стащить это все так то не в теме чем отличается обычный двигатель от этого вот так выглядит обычно коленвалы я думаю будут одинаковые видите разница по свечкам по модулям зажигания в общем то совсем другой двигатель так чего тут у нас маркировка артикул и штиль такой интересной отливки еще дальше залезть наступает на месте герметик хорошенна уложен или по основному только к цилиндру подшипники с пластиковыми сепараторами сальники такие же коленвал все такое же аллея какая красотища 17 723 b18 ну липусенький какой поршенечек большого я не ожидал 37 миллиметров как положено сто семьдесятому штилю одно кольцо чтобы кого не ни о чем не смущало потому что читал там комментарии люди которые купили мужик один говорит что снял глушитель посмотрел там одно кольцо на 180 должно быть два значит это подделка ну и второй пишет да да это подделка знаете копнуть глубже разобраться ума не хватает так что здесь еще вот такая проставка это вот подделительная мы по ходу убираем у нас получается зимний режим ну вот в общем то и все поршень двухмиксовый цилиндр мы еще не заглянули двухмиксовый как будто гильзованный сто процентов магнится не будет более сложной конструкции мне кажется их как-то вот эти алюминиевые с нанесением хрома он видно что это он есть вот эти гильзы туда запрессовывают а потом как-то запаивают небось может ток подводят ли она спаивается к цилиндру вот эта гильза но это мои предположения как тут еще можно вот это все нахимичить количество каналов конечно поражает но и почему мне не нравится двигатели двухмиксовый мне кажется не слабей причем ощутимый при всех их плюсах что они экономичные экологичные у них и минусов хватает и боятся они пыли потому что здесь поверхность на которую летит воздух пыль если это фильтр грязная у нас не пропускает пыль гораздо больше чем в обычном двигателе так ладно мне это все дело еще собирать на кстати сейчас время вот столько утра сюда в 6 часов пришел мне просто сейчас еще ехать мотоблок снегоуборщик ремонтировать решил пораньше все заснять и вам показать ладно включусь после того как соберу начался зачищать и смотрю что пачки здесь 10 не 8 как на обычном штиле в общем-то нас 80 ранних встречались пальцами на 8 сейчас видимо стояли ставить и на 170 и двухмиксовые палец десятку заправлять резину эту оказалось проще чем вытаскивать еще такой момент вот здесь вот номер на корпусе пробить проверим как прошла сборка дальше хотел здесь сказать лишь шина спазом 1 и 3 на 170 для того чтобы полегче пилить 11 почему они так сделали сюда бы шину тоже такое потоньше с цепью мне кажется было бы и полегче пилить так кстати инструкция приведенная вот она вторая здесь лежит так что можно почитать а 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 из шины может это вредно для нового двигателя просто масло много на хрена чего-то на заглохла когда собирал цилиндр смазал так что я думаю смотрите продаются еще такие же 180 тоже двухмиксовые нигде это не указано это же вот с этими иероглифами я думаю если вы купите вдруг вот такую пилу я не отговариваю ни в коем случае с иероглифами то скорее всего она будет двухмиксовая не знаю это из-за чего норм экологии для чего они стали лепить вот эти вот их как бы для нашего рынка то никогда не делали эти двухмиксовые я видел там европе да у нас их не было но вероятность того что у вас вам попадется двухмиксовый двигатель на этих сто семидесятых сто семидесятых очень велика и принципе думаю если вдруг что-то здесь навернется так как здесь и палец и на сто семидесятом десятый можно мне кажется просто поставить поршневую сто восемидесятки карбюратор не знаю подойдет или нет и в общем то возможно все будет работать это как выход из ситуации и помощнее будет и не будет она лежать на полке сломанная ну вот такой у меня был обзорчик разборчиком прикольный машинку попили может быть как-нибудь другой раз всем пока